здрасте коллеги с вами саков роман компания адмиралс и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня понедельник поэтому мы традиционно обсудим что у нас произошло на неделе предыдущей на какие события стоит обратить внимание на этой неделе также посмотрим что происходит на рынках ну и в конце я сделал небольшой обзор именно по инструментам также фондового рынка но прежде чем мы начнем не забудьте поставить лайк этому видео если оно вам нравится на вопросы как всегда оставляйте в комментариях а и так на прошлой неделе было важное событие были опубликованы данные по на рынку труда и сша как как всегда каждую первую пятницу месяца но он фарм пирос они вышли лучше чем ожидалось почему довольно-таки серьезно лучше но тем не менее рынок воспринял эти позитивные данные с одной стороны хорошо но мы видели также ряд коррекции по инструментам не фондового рынка скажем так потому что фондовые индексы приблизились своим локальный максимум но в связи с позитивными данными есть опасения сворачивания той тех действий которые сейчас делает фрс что собственно пока приводит к снижению таких активов как нефть золото но об этом мы соответственно поговорим дальше давайте посмотрим что сейчас у нас происходит по мы как раз по данному показателю надо как я уже сказал то есть данные вышли 943 тысячи против 300 880 которые ожидалось я принципе аналитики прогнозировали прирост новых созданий рабочих мест примерно в районе 800 850 тысяч как мы видим данные вышли сильно лучше но что это значит собственно для на фондового рынка это значит то что экономика восстанавливается до борьба с безработицей было как основным фактором для фрс до основной задачей и не взирая даже на рост инфляции ключевая задача была в том чтобы восстановить уже непосредственно экономику да то есть возобновить производство да то есть возобновить те рабочие места которые были потеряны в связи с коронавирусом а ну и соответственно после того как это произойдет фрс начнет сворачивать ту монетарную политику которую сейчас они ведут собственно это то что можем ожидать дальше и сворачивание выкупа данные которые они проводят также и повышение ставок уже скорее всего следующем году поэтому наиболее наиболее как раз сильно на это среагировали уже непосредственно сырьевые активы собственно что еще мы видели да ну помимо того что на фондовый рынок обновил локальный максимум да мы видели то что начинает подрастать десятилетки то есть они выросли за последнюю неделю примерно на пять процентов до уровня 1 и 3 аналитики также предполагаю что к концу года уже доходность десятилетних облигаций может вырасти вот 1 6 до 1 и 9 процент соответственно рост доходности облигаций он приведет в том числе и перетоку капитала с фондового рынка на рынок уже непосредственно облигаций этот это важный момент который именно который нужно иметь ввиду на текущий момент потому что мы видим что локальный что фондовый рынок находится на локальных максимумах но не все компании там да если мы говорили о этом марте прошлого года если восстанавливалась там фондовый индекс это принципе подрастали все компании ну плюс минус сейчас мы видим очень большое расхождение в этом и собственно это такой момент на который стоит обратить внимание а также если мы посмотрим уже непосредственно по началу этой недели сейчас пока данные ну по фьючерсы по индексам немного корректируются до европейский индекс открылись сегодня с коррекцией но посмотрим как откроется непосредственно американский рынок до через несколько часов это произойдет да и меня что также важно обратить внимание на этой неделе давно сезон отчетов уже подходит концу но скажу так большая часть компании уже читалось и чуть дальше я тоже покажу выборку уже по компании которые входят в снт 500 среди них много компаний которые сейчас выглядят недооцененны по мультипликатором но сейчас на этой неделе у нас будет отчитаться тайсон фудс а у меня тоже есть это в портфеле mc entertainment coinbase который вышли на биржу недавно это был первый сезон отчетов а также палантира disney arbnb door dash ну это вот ключевые компании которые которые отчитываются а теперь давайте посмотрим что у нас ожидает на этой неделе на этой неделе но уже традиционно до первой недели она более-менее спокойно в сша до число открытых показе на рынке труда будет опубликовано здесь есть рост то есть да то есть новые рабочие места создаются и соответственно под них нужна рабочая сила в среду выйду данные по запасам нефти как всегда в четверг будут выходить данные по великобритании ввп по квартальный помесячный также в пятницу ну пожалуй все то есть исключил событие это вот весь перечень на эту неделю с неделя в принципе выглядит довольно таки меня спокойно а теперь давайте посмотрим что произошло у нас на рынке потому что пятница была довольно таки волатильный а и по в том числе по ключевым инструментом евро доллар евро доллар у нас неплохо скорректировался да здесь явно для себя тоже рассматриваю уже возможности поиска непосредственно покупок да по данному инструменту мы очень неплохо провалились как раз пятницу и собственно сегодня я буду следить за тем ну сегодня завтра как будет формироваться движение дальше если сформируется сигнал на покупку который как раз завтра послезавтра то вот евро доллар тоже я буду заходить уже непосредственно в рост на текущий момент мы подошли к области поддержки мы видим что от этого уровня пара скакивает к тому же мы неплохо подрастали в конце июля а поэтому здесь тренд может как раз поменяться и принц вот этот боковик у нас пока все еще сохраняется то есть принципе здесь могут если удержимся выше уровня 117 то вероятность движения на 1 19 1 20 она здесь получит уже развитие и явно для себя ну тоже в эту ситуацию попробовать и на по британской валюте такой сильной коррекции мы не видели но тем не менее пока здесь я для себя рассматриваю покупки вполне вероятно что если коррекция произойдет и мы увидим еще раз движение там области 1 37 тонн с тех уровней тоже я для себя буду мне эту валютную пару подбирать пара американский доллар канадский доллар с одной стороны здесь сохраняется движение восходящее мы пробили и делаем попытки закрепиться выше максимум который мы видели еще в апреле марте собственно сейчас тенденция на сохранение как раз восходящего тренда здесь наблюдается если мы увидим уход ниже минимумов которые были сформированы в конце июля то тогда еще один заход там область 1 22 1 21 по паре американский доллар канадский долг здесь мы сможем увидеть но вблизи как раз вот минимум в которые были в конце июля здесь я бы для себя тоже попробовал покупать да не по текущим ценам то есть но по текущим ценам я пока здесь не вошел до в данную валютную пару хотя ставил отложены ордера но пока здесь цена ушла без меня поэтому буду ждать если будет еще одна волна снижения то буду рассматривать возможности как раз здесь купить на пара американский доллар японская и она также последним на прошлой неделе неплохо росли в целом сейчас сохраняется пока меня настрой нисходящих данный нисходящий тренд мы не смогли уйти выше тех максимум которые были в 20 числах июля и пока он сохраняется поэтому здесь я для себя тоже буду искать возможности зайти в шорт по данной валютной паре соответственно с точки зрения часов таймфрейма буду смотреть как цена будет себя вести завтра-послезавтра потащили к сегодняшнего дню а соответственно пока здесь нет сигнала на часовом таймфрейме что можно искать продаж то есть рынок еще не двинулся в эту сторону поэтому буду ждать для себя как раз формирование данного паттерна и буду заходить уже непосредственно в продаже опять же если будут комфортно цены если будут комфортным уровнем для этого пара австралийский доллар американский доллар с одной стороны также но здесь сохраняется движение нисходящее здесь я пробовал несколько раз уже заходить шорт но каждый раз немного переписывали тот максимум за который я убирал стоп лосс и меня цена двигалась то есть здесь волатильность по данному инструменту в рамках там торговых но внутренней торговли она гораздо выше с одной стороны сейчас идет движение нисходящее но опять же заходить в шорт пока здесь я уже не буду да то есть так как у нас формировалось движение но понаблюдаю здесь пока у меня нет конечной конечной цели что здесь я буду делать с другой стороны по паре новозеландский доллар американский доллар здесь мы также торгуемся в середине такого боковика который был сформирован с одной стороны да здесь может произойти как раз подошли мы к области сопротивления на уровне 7090 от нее мы сейчас отталкиваемся и здесь с одной стороны можно попробовать как раз заходить уже непосредственно также на снижение так у нас этот паттерн был также сформирован и вот сейчас я попробую тоже тогда поставить отложенный ордер то есть мы делали это на предыдущих стримах но здесь скорее всего примерно вот по этим ценам я только смогу войти а давайте проверим сейчас поставлю стоп лосс на 71 и посмотрю какой у меня здесь будет риски от скорее всего буду входить с риском не больше чем полпроцента данную данную сделку в данную ситуацию ну вот да то есть если я ставлю отложенный ордер как раз по максимум который бы со мной на пятницу если будет еще один рывок туда то здесь от новозеландцев short я бы пока я присоединился да довольно таки интересно ну это выглядит тем более сейчас уже вот сформировал сигнал как раз на продажу цели здесь в принципе ближайшие цели это будет возврат опять же к тем а минимум которые были сформированы в июле золото золото как раз на фоне того что произошло в пятницу очень неплохо просела фактически до уровня 1660 но доходило конечно здесь я для себя такую ситуацию не рассматриваю не рассчитывал войти по ну по таковому резкому движению которое фактически произошло уже сегодня утром да ну вот тут тот провал который был то можно сказать как спайк но тем не менее то есть вероятность войти по таким движениями на крайне низко сейчас золото начинает собственно восстанавливаться но в целом а в целом идея она также и сохраняется то есть в принципе интересно покупать до в области поддержки если будет будем спускаться ниже да там на 1600 то я буду на этих уровнях тоже пробовать покупать сейчас я ничего сделать по золоту я не буду вероятно сегодня также акции золотой вбывающей компании откроются с небольшой просадкой ну будем ждать открытия рынка а индексы как я уже говорил по индексу dax здесь торгуемся мы в но открылись мы немного в негативной зоне сейчас уже фактически меня тут ту коррекцию которая была мы откупили и подходим к локальным максимум которые были также сформированы в пятницу опять же торгуемся довольно таки высоко да то есть заходить в лонг сейчас я точно не буду если будут формироваться коррекции то а соответственно коррекция тоже буду заходить ну и плюс-минус та же самая картина поясом пипецов здесь локальный максимумы обновили но опять же по максимальным ценам ходить я не буду буду ждать коррекцию и заходить то есть тут ничего пока не меняется до подход он остается прежней ну и нефть они в также продолжают корректироваться здесь мы говорили о вероятность движения на 66 67 она реализуется собственно там у нас находится следующая область поддержки до у которой можем остановиться добра и 67 ну вот пока нисходящий сценарий здесь реализуются пока движемся вот в этом направлении а долл джонс также обновил исторический максимум но опять же не все компании которые входят в индекс долл джонс себя показали а опять же как всегда является драйвером только часть компании да поэтому здесь тоже это это важно понимать нас так ну в пятницу локальный максимум не обновил но это произошло в четверг опять же не все технологичные компании себя так ведут и сейчас я как раз хотел показать да с точки зрения ну вот на текущий момент фондового рынка а сейчас я переключусь на свой счет как раз инвестиционные да и мы здесь немножко посмотрим тоже по нему пока пока у меня платформа будет переключаться я тоже покажу интересные вещи которые есть на финвизе например я расскажу тоже купил для себя активизион blizzard до акцию гейминговой компании то есть я давно тоже на нее смотрел вот как раз на фоне той коррекции которая была связана с китайским рынком да то есть китайское правительство обратила внимание на сектор видеоигр и высказал свои опасения по этому поводу ну в том числе американские компании тоже скорректирует потом я для себя часть я небольшую часть активизион blizzard тоже купил ну вот пока запускается сейчас тоже покажу сейчас я переключусь то есть у меня оба счета находятся находятся в метатрейдер 5 мне нужно просто переключаться между счетами выбирать разные профили для того чтобы они загружались корректно а так вот активизион blizzard довольно таки неплохо скорректировался в принципе у компании все довольно таки неплохо пи ну немножко высоковат на форвард пи довольно таки оптимальный price to sell в тоже около дела продажи не растут сильно то здесь с одной стороны это уже не не очень сильно можем сказать что это компания роста да то есть уже компания начать облачивать дивиденды хороший профит маржин неплохие долги и по это рейш всего 12 процентов но собственно то есть я для себя эту бумагу хотел также подобрать но опять же не там по тем максимум которые были после коррекции там со ста 4 но практически на 20 процентов вот по этим уровнем как раз я для себя и подбираю если будет еще снижаться товара 70 или 60 то будут а также перезаходить в нее еще раз и в целом сейчас покажу по моему непосредственно инвестиционному портфелю то здесь рынок довольно таки неплохо проседает и здесь пока у меня остается альтер-икс довольно-таки такой сильной просадки сейчас они уже восстанавливаются я по чуть-чуть их докупая по одной акции там по две акции если это происходит никола это уже здесь ничего докупать не буду они все еще там падают корректируется и собственно здесь уже есть и судебные дела начали заниматься но никола вошел капитал скажем так другие компании поэтому здесь я думаю что есть надежда плюс еще очень большой у них short float то здесь можно ожидать что прокатиться как раз на закрытие шартов можно будет а если чуть-чуть будет позитива если чуть-чуть компания еще двигаться то там если там я средняя цена покупки 20 до 40 то там я буду скорее всего из этой бумаги выходить а также fastly здесь я тоже несколько докупал раз эти акции этой бумаги ну китайские компании понятно сейчас проседают также проседают компании из биотехов до телодок bluebird bio компания зилл а также пока проседает здесь корректируется то есть тоже недавно и заходил activision blizzard да сейчас небольшом плюсе торгуется но я ходил как раз примерно по 81 остальные компании выглядят довольно неплохо опять же пока пока в лидерах это archer denis midland до caterpillar ну вот циска тоже ворвался в тройку лидер в моем портфеле а на текущий момент файнеша файзер тоже неплохо вырос я заходил по 33 сейчас уже торгуется га по 45 до довольно таки неплохо прирастает райта технологии solar edge что же восстанавливается facebook волгарин будет сален смогу снижается intel ну топчется на месте дату с небольшим плюсом палантир палантир немного скорректировался здесь я тоже докупал несколько раз apple а тоже подрастает ну и так далее да вот тайсон фудс тоже выйдет а на этой неделе так вот что я хотел показать если посмотреть на финвиз и выбрать акции которые торгуются в индексе сн5 500 и отфильтровать их по пи рейшу то здесь на самом деле сейчас мы увидим огромное количество компаний которые по данному показателю который один из таких ключевых является много недооценены конечно здесь я бы пока не рассматривал финансовый сектор то есть они и так были с достаточно низким пи рейшу но да тем не менее то есть пока они выглядят довольно таки неплохо и если ну по крайней взять второй лист здесь есть несколько компаний на которые имеет смысл обратить внимание там например доктор хортон компания в секторе строительства ноги о комби о ком здесь я для себя уже его покупал до свой в свой портфель здесь у меня уже есть также ленар компания также с довольно таки низким пить тем более они а практически все уже читались и на фоне как раз последних данных мы видим ну тот пи рейшу который сейчас актуально также и чпи ну и чпи это тоже такой большой вопрос компания уже медленно на мой взгляд умирает поэтому здесь не и бы я не заходил но тем не менее есть достаточно большое количество компаний которые сейчас спираешь там до 15 можно найти причем за разных секторов да и тайсон футс пока все еще выглядит неплохо и вот как мы смотрели сейчас доктор хортон и верайзен то есть очень много компаний в принципе которых возникает вопрос тогда рынке находится на локальных максимум но если в том числе по этим компаниям есть какая-то коррекция если все неплохо по мультипликатором то в принципе точечно да вот можно какие-то компании для себя так и по крайней мере так делаю я и такому такого подхода придерживаюсь поэтому это вот то что я хотел тоже еще раз рассказать и посмотреть потому что опять же при росте фондового рынка я на текущем конечно не хочет заходить в компании которые сейчас торгуется на локальных максимумах и заходить там по самой максимальной цене поэтому вот таким образом да таким стоп пикинга можно найти на какие-то компании да опять как я уже сказал то есть те акции которые для себя буду добавлять портфель я тоже буду рассказывать уже и в данных видео и на подкасте два трейдера который нас выходит по вторникам там мы с фладом вместе обсуждаем что рынке происходит ну а на сегодня это все это с вами был всяков роман компания дрался мы посмотрели основные инструменты до что происходит на рынке за что стоит ожидать на этой неделе а поставьте лайк этому видео с новым понравилось вопросов как всегда оставляйте в комментариях на мы с вами увидимся через неделю всем желаю хорошей торговой недели всем спасибо за внимание и до свидания